Отто Эдуард Леопольд из рода Бисмарков, первый канцлер Германской империи, а впоследствии герцог Лавенбурский и прусский генерал-полковник в ранге генерал-фельдмаршал. В честь него был назван один из самых известных кораблей Второй мировой войны. Линкор немецкого военного флота «Бисмарк». Первый военный корабль типа «Бисмарк» начали разрабатывать в 1934 году. Сведения о корабли тщательно искажались, так как действовали ограничения на максимальное водоизмещение судов. Во всех документах указывалось стандартное водоизмещение 35 тысяч тонн, хотя на деле оказалось значительно больше. Судно было заложено на верфи фирмы «Блом и Воз» в Гамбурге 1 июля 1936 года, а спущено на воду в день Святого Валентина 14 февраля 1939 года. Введено в строй ВМФ Германии 24 августа 1940 года под командование капитану первого ранга Эрнсту Линдеману. В полной боеготовности «Громадина» оказалось водоизмещением свыше 50 тысяч тонн. Одновременно с постройкой первого корабля строилось и второе судно типа «Бисмарк». «Тирпец» был спущен на воду в этом же году 1 апреля 1939 года со стапелей Вильгельмс Хаффена, а введен в строй ВМФ Германии 25 февраля 1941 года. Оба корабля были действительно гигантских размеров. Вы представляете, что такое 50 тысяч тонн водоизмещения? Думаю, многие видели фильм «Титаник». Так вот, если «Бисмарку» немного не хватило до водоизмещения «Титаника», то «Тирпец» получил водоизмещение больше, чем «Титаник». Но длиной «Титаник» все же был немного больше этих кораблей, на какие-то 10%. И многие не знают, что в это же время строилось еще несколько аналогичных кораблей, которые должны быть более совершенными версиями первых двух линкоров. План у немцев был действительно грандиозный. Работы над проектом шли не так быстро, как было надо. Нескончаемый поток изменений, споры между членами Верховного военно-морского командования. Все это начало раздражать гениального фюрера. Гитлер говорил, что создал за шесть лет Третий Рейх и не понимает, почему флот за такой же срок не в состоянии построить шесть линкоров. Они планировали построить еще несколько кораблей. Осталось неясным, хотели ли они еще шесть кораблей построить или в планах было иметь к 1944 году всего шесть кораблей типа «Бисмарк». Но в любом случае, начало войны 1 сентября 1939 года все поменяло. Германия наращивала потенциал во всех военных структурах и не планировала начинать Вторую мировую войну. Но получилось так, как получилось. Вследствие чего разработка и постройка братьев «Бисмарка» была заморожена. А в 1942 году флот аннулировал заказ. Если бы не война и история, которую я вам сейчас поведаю, многое конечно могло получиться иначе. 5 мая 1941 года Адольф Гитлер и маршал Вильгельм Кейтель с большой свитой прибыли в Готенхаффен, чтобы осмотреть линкоры «Бисмарк» и «Тирпиц». После обширной экскурсии по кораблям, Гитлер встретился с адмиралом Гюнтером Лютинсом, назначенным командовать операцией, чтобы обсудить детали операции и учения на Рейне. 16 мая Лютинс сообщил, что «Бисмарк» и «Принц Ойген» полностью готовы к действиям. 19 мая 1941 года линкор вышел с базы в Готенхаффене. В рамках оперативных планов предусматривалось размещение группы из 18 кораблей снабжения для поддержки линкора и крейсера. Кроме того, вдоль маршрутов конвоев между Канадой и Великобританией для ведения разведки и определения конвоев были размещены четыре подводные лодки. Операция «Учение на Рейне» предусматривала выход линкора «Бисмарк» и тяжелого крейсера «Принц Ойген» в Атлантику через Датский пролив. Главной целью операции являлась атака торговых и транспортных кораблей на британских морских коммуникациях. Предполагалось, что «Бисмарк» будет оттягивать на себя корабли конвоя, чтобы дать крейсеру «Принц Ойген» возможность атаковать транспортные корабли. К началу операции экипаж «Бисмарка» увеличился до 2200 человек. 19 мая в 2 часа ночи линкор покинул Готенхаффен и направился к Датскому проливу. В 11.25 к нему присоединился «Принц Ойген». Корабли сопровождались тремя эсминцами и флотилией тральщиков. ВВС также обеспечивали прикрытие с воздуха во время выхода из немецких вод. Около полудня 20 мая командир линкора «Линдеман» проинформировал команду корабля через громкоговоритель о миссии корабля. Примерно в то же время группа из 10 или 12 шведских разведывательных самолетов заметила немецкие силы и доложила об их составе и направлении. Через час после встречи с разведсамолетами «Бисмарк» был замечен со шведского крейсера «Готланд». В тот же день об эскадре, включавшей два больших корабля, сообщили членам норвежского сопротивления. 21 мая 1941 года британское адмиралтейство получило от своего военного атташе в Швеции сообщение о том, что в проливе Категат были замечены два больших корабля. С 21 по 22 мая германское соединение встало на стоянку во фьордах возле норвежского соединения Берген, где «Бисмарк» и «Принцойген» были перекрашены в серо-стальной камуфляж, а крейсер дополнительно принял 764 тонны топлива. Линкор не принял запасы топлива в Норвегии, так как оперативные приказы не требовали этого. «Бисмарк» изначально приступил к операции, имея на 200 тонн топлива меньше, чем того требовала полная загрузка, и с тех пор израсходовал еще тысячу тонн на пути из Готенхаффена в Берген. Линкор не сделал до заправки, что, как выяснилось позже, было серьезной ошибкой. Во время стоянки корабли были замечены и сфотографированы с самолета разведчика британских ВВС «Спитфайр». Теперь британцы точно идентифицировали «Бисмарк». На место его стоянки были отправлены британские бомбардировщики. Однако к тому времени германские корабли покинули порт. «Бисмарк» и «Принцойгин» незамеченными прошли Норвежское море и пересеклись северный полярный круг. Британцы искали их значительно южнее. Командующий британским флотом метрополии адмирал Джон Тови направил линейный крейсер «Худ» и линкор «Принц Уэльский» с эсминцами сопровождения к юго-западному побережью Исландии. Крейсер «Саффолк» должен был присоединиться в датском проливе к крейсеру «Норфолк». Легкие крейсера «Манчестер», «Бирмингем» и «Арэтьюза» должны были патрулировать пролив между Исландией и Фарерскими островами. Ночью 22 мая сам адмирал во главе соединения, состоявшего из линкора «Кинг Джордж V» и авианосца «Викторияс» со сторожевыми кораблями, вышел из базы британского флота в бухте Скапа-Флоу на Аркнейских островах. Флотилия должна была дожидаться появления германских кораблей в водах к северо-западу от Шотландии, где к ней должен был присоединиться линейный крейсер «Рипплс». Вечером 23 мая в датском проливе в густом тумане «Норфолк» и «Саффолк» вступили в визуальный контакт с германской флотилией. «Бисмарк» открыл огонь по «Норфолку». Британские корабли передали сообщение своему командованию и отступили в туман, продолжая следовать за противником по радарам на расстоянии около 20 километров. После стрельбы на немецком линкоре отказал носовой радар, поэтому Лютинс приказал крейсеру двигаться впереди линкора. Для сложности в опознании на кораблях были закрашены в темный цвет верхние части орудийных башен и закрыты брезентом свастики на палубах. Британские линкоры «Худ» и «Принц Уэльский», шедшие на перехват «Бисмарка», установили визуальный контакт с немецкой эскадрой рано утром 24 мая. Британские корабли начали бой утром в 5.52 на расстоянии 22 километра. Вице-адмирал Ланселот Холланд, командовавший британской эскадрой, приказал открыть огонь по первому кораблю, ошибочно считая его немецким линкором. На «Принце Уэльском» поняли ошибку и открыли огонь по второму немецкому кораблю. Германская сторона некоторое время не отвечала. Адмирал Лютинс имел приказ не вступать в бой с военными кораблями противника, если они не входят в конвой. Однако после первых британских залпов командир линкора Линдеман заявил, что не позволит безнаказанно стрелять по своему кораблю. Немецкий крейсер и линкор открыли ответный огонь. Холланд понял свою ошибку, но его приказ, по-видимому, не дошел до управления огнем, так как Худ до конца продолжал стрелять по «Принцу Ойгену». В 5.56 Принц Уэльский с шестым залпом добился попадания. Снаряд пробил топливные цистерны, вызвав обильную утечку топлива и поступление воды в цистерны. В результате Бисмарк стал оставлять нефтяной след. Но минуту спустя Худ получил попадание от второго залпа «Принца Ойгена» и от третьего залпа «Бисмарка». На корме и у Миделя британского корабля начались пожары. «Бисмарк» получил попадание от залпа «Принца Уэльского» ниже Ватерлинии, а минуту спустя еще одно. К 6.00 корабли находились на расстоянии 17 километров. В это время на крейсере Худ раздался взрыв, вероятно вызванный попаданием залпа «Бисмарка» в артиллерийский погреб. Британский линкор разорвало на две части. Нос и корма взлетели в воздух, и он затонул за считанные минуты. Кроме трех человек, вся команда, состоявшая из 1418 человек, погибла. Линкор «Принц Уэльский» продолжал бой, но очень неудачно. Он был вынужден пойти на сближение до 14 километров с двумя немецкими кораблями, чтобы избежать столкновения с тонущим линкором. К тому же «Принц Уэльский» был новым кораблем. На нем все еще не были закончены работы по окончательной установке орудий, и рабочие верфи пытались во время боя отремонтировать заклинившие орудия носовой четырехорудийной башни. «Принц Уэльский» прикрылся домовой завесой и вышел из боя, в ходе которого он получил семь попаданий. Капитан Линдеман предложил начать погоню и потопить оставшийся британский линкор. Однако адмирал Лютьенс принял решение продолжать поход. На бисмарке был выведен из строя один из генераторов. В котельное отделение номер два начала поступать вода. Пробиты две топливные цистерны. Имелся дифферент на нос и крен на правый борт. Лютьенс решил ввести линкор на ремонт во французский порт Сен-Назер, откуда после ремонта он мог беспрепятственно выйти на просторы Атлантики. Кроме того, позже к нему могли присоединиться Шарнхорст и Гнайзенау. Командиру принца Ойгена было приказано продолжать атаки на британские конвои самостоятельно, поскольку Норфолк, Саффолк и Принц Уэльский продолжали преследование немцев, сообщая об их расположении. Гебель линкора «Худ» была крайне болезненно воспринята в британском Адмиралтействе. Большая часть находившихся в Северной Атлантике британских военных кораблей была привлечена к охоте за линкором «Бисмарк», включая сторожевые корабли многих конвоев. Так, линкору «Родни», который находился к западу от Ирландии, утром 24 мая было приказано оставить конвой и присоединиться к соединению Адмирала Тови. Дополнительно были задействованы еще два линкора и два крейсера. Соединение «Х», стоявшее в Гибралтаре, также было приведено в готовность на случай, если «Бисмарк» будет двигаться в их направлении. 24 мая в 1814 «Бисмарк» воспользовался туманом и развернулся прямо на своих преследователей. В коротком обмене залпами попаданий не было, однако британские корабли были вынуждены уклониться, и принц Ойген успешно прервал контакт. В 21.32 Лютинс сообщил командованию, что из-за нехватки топлива «Бисмарк» не может продолжать попытки отбиться от преследователей и вынужден идти прямо в порт Сен-Назар. Вечером 24 мая Адмирал Тови приказал авианосцу «Викториус» сократить дистанцию, и в 22.10 с него стартовали 9 торпедоносцев «Фэрис Уортвиш». Под сильным огнем они атаковали линкор и добились одного торпедного попадания по правому борту. Несмотря на плохую погоду, темноту, неопытность экипажей, все самолеты смогли вернуться на «Викториус». Серьезных повреждений причинено не было. Единственное торпедное попадание пришлось на главный броневой пояс. Экипаж «Бисмарка» потерял одного человека. Это была их первая потеря за время похода. Для защиты от налета были задействованы все зенитные орудия и даже крупнокалиберные пушки. «Бисмарк» увеличил скорость, выполняя маневры уклонения от торпед. В результате парусиновые пластыри, заведенные на пробоину в носовой части, отошли. Усилилась течь и дифферент на нос. Котельное отделение номер 2 было окончательно затоплено. В ночь с 24 на 25 мая «Бисмарк» смог оторваться, воспользовавшись тем, что его преследователи, по-видимому, опасаясь возможной атаки подводных лодок, начали совершать противолодочные маневры зигзаги. В 4.00 25 мая «Саффолк» сообщил, контакт с неприятелем потерян. Однако на «Бисмарке», по-видимому, продолжали принимать сигналы радара «Саффолка». И в 7 утра 25 мая «Лютинс» сообщает командованию, что преследование продолжается, а в 9.12 передает еще одну весьма длинную радиограмму. Вечером командование сообщает «Лютинсу», что британцы, по-видимому, его потеряли, и приказывает сообщить данные о своем положении и скорости, если это не так. Ответные радиограммы «Лютинс» не посылает. Но перехват утренних сообщений позволяет британской стороне приблизительно определить местоположение немецкого линкора. Тем не менее, Тови ошибочно заключил, что «Бисмарк» направляется к проливу между Исландией и Фарерскими островами, и его соединение начало движение на северо-восток. 26 мая утром в 10 часов «Бисмарк» был обнаружен примерно в 1300 километрах к северо-западу от Бреста экипажем гидроплана «Каталина». Позднее в этот же день линкор был также обнаружен двумя другими британскими самолетами. Доберись «Бисмарк» до берегов оккупированной Франции, он смог бы рассчитывать на прикрытие с воздуха самолетами Люфтваффе. Единственным британским соединением, способным замедлить «Бисмарк», было соединение «Эйч» под командованием адмирала «Сомервилла», которая вышла из Гибралтара, имея в своем составе авианосец «Арк Роял». В 14.50 с него к месту обнаружения вылетели торпедоносцы бипланы «Фейрис Уортвич». К тому времени в этом районе находился отделившийся от соединения для установления контакта с немецким линкором британский крейсер «Шеффилд», и неоповещенные об этом пилоты ошибочно начали торпедную атаку. К счастью для британцев, ни одна из 11 выпущенных торпед не попала в цель. К 17.40 «Шеффилд» установил визуальный контакт с «Бисмарком» и начал преследование. В 20.47 15 торпедоносцев «Сарк Роял» начали вторую атаку на немецкий линкор. Два самолета велись пилотами настолько низко, что команды скорострельной малокалиберной артиллерии находились выше атакующих и с трудом могли различить их на фоне волнующегося моря. Британский пилот Джон Моффат добился попадания, которое имело решающие последствия. Пытаясь уклониться от торпеды, «Бисмарк» повернул влево, и торпеда вместо пояса брони по правому борту попала в кормовую часть, причинив тяжелые повреждения рулевого механизма и заклинив рули. «Бисмарк» потерял возможность маневрировать и начал циркулировать. Попытки восстановить управляемость успеха не принесли, и линкор стал двигаться на северо-запад. В 21.45 «Бисмарк» открыл огонь по Шеффилду, ранив 12 человек, а ночью вступил в бой с британским соединением, состоявшим из эсминцев типа «Трайбл» — «Казак», «Сикх», «Зулу» и «Маори» вместе с польским эсминцем «Пиарун». Ни та, ни другая сторона не добилась прямых попаданий. К утру была дана команда остановить машины. Корабль уже был в радиусе действия бомбардировочной авиации Германии, но она не оказала помощи линкору. Инженер-капитан на «Бисмарке» запросил мостик о разрешении дать хотя бы малый ход по технической необходимости. С мостика ответили «Ах, делайте, что хотите». Кораблю был дан малый ход. В 8.15 была в последний раз объявлена боевая тревога. 27 мая в 8 утра Родни и король Георг V подошли к Бисмарку на расстояние 39 километров. Родни держался курса на север так, чтобы вести огонь по Бисмарку с достаточной дистанции, в то время как король Георг V принял в сторону. В 8.47 со стороны Британии был открыт огонь. Бисмарк также ответил огнем. На его неспособность уклоняться и крен негативно влияли на точность стрельбы. Низкая скорость также сделала корабль легкой целью для тяжелых крейсеров «Норфолка» и «Дорсершера», объединивших свою огневую мощь. Спустя 15 минут 200-мм снаряд «Снорфолка» поразил главный дальномерный пост на фок-мачте. При этом был убит офицер Альберт Шнайдер. Еще спустя 5 минут снаряд «Сродни» поразил обе носовые башни Бисмарка, одновременно другим попаданием разрушила передовой контрольный пункт, убив большинство высших офицеров. Кормовые башни «Цезарь» и «Дора» продолжали стрельбу на близкой дистанции, но попаданий не добились. В 9.21 башня «Дора» была выведена из строя. Команде башни «Антон» удалось произвести один последний залп в 9.27. А в 9.31 и «Цезарь» дал свой последний залп, и тогда уже вышел из строя. Близкие разрывы снарядов этого залпа повредили «Родни», заклинив торпедные аппараты. Огонь Бисмарка в ходе всего сражения был сосредоточен на «Родни», возможно, в надежде на достижение успеха, подобного достигнутому в противостоянии с Худом. После 44 минут боя тяжелые орудия Бисмарка замолкли. «Родни» подошел на дальность прямого выстрела, в то время как король Георг V продолжал стрельбу с большого расстояния. Бисмарк до самого конца не спускал боевого флага. Британцы не желали оставлять Бисмарк в покое, но и тот не подавал признаков сдачи, несмотря на неравную борьбу. Запасы топлива и снарядов британской эскадры были невелики. Это создавало дополнительные трудности для линейных кораблей, стремившихся потопить боевую единицу подобно Бисмарку, несмотря на численное превосходство. Однако, когда стало очевидно, что их враг не сможет достигнуть порта, линкоры «Родни» и «Георг V», а также эсминцы были отозваны домой. Крейсерам было приказано добить Бисмарк торпедами. Норфолк использовал свои последние торпеды, а подключившийся к атаке Дорсершер выпустил три торпеды, которые поразили Бисмарк на короткой дистанции. Верхняя палуба линейного корабля была почти полностью разрушена, но его машины все еще функционировали. Был отдан приказ открыть «Кингстоны» и покинуть корабль. Многие из команды прыгали за борт, но с нижних палуб только нескольким морякам удалось выбраться живыми. Капитан Линдеман считался убитым со всеми офицерами после того, как мостик был поражен 400-мм снарядом. Неясно также, он отдавал приказ покинуть судно или нет. В то же время некоторые из спасшихся настаивали, что видели капитана живым, добровольно оставшимся со своим идущим ко дну кораблем. Бисмарк ушел под воду, перевернувшись вверх килем в 10 часов 39 минут. Не зная судьбы Бисмарка, немецкая командная база продолжала посылать сигналы еще несколько часов, пока британское агентство Reuters не сообщило в новостях из Лондона. Корабль потоплен. Крейсер Дорстершер и эсминец Маури остались, чтобы спасти оставшихся в живых. Но из-за тревоги, сыгранной с появлением немецкой подводной лодки, покинули место битвы. Сумев спасти только 110 моряков с Бисмарка и бросив остатки команды в воде. Среди спасенных был корабельный код. Следующим утром Ю-74 и немецкое метеосудно Заксенвальд подобрали пятерых оставшихся в живых моряков. Всего из 2200 человек команды Бисмарка погибло 1995. После этого боя Джон Тови написал в своих мемуарах. Бисмарк дал самый героический бой при самых невозможных условиях, достойный старых дней имперского немецкого флота. И он ушел под воду с поднятым флагом. В операции против Бисмарка участвовала 57 надводных кораблей и 8 подводных лодок Королевского флота. Хоть Бисмарку и удалось победить в бою против Худа, превосходящие силы британцев все-таки одолели его. Командование германских ВМС было вынуждено пересмотреть свои планы по применению крупных надводных кораблей в рейдерских операциях против конвоев. По сей день существует множество обсуждений того, что могло пойти иначе. Капитан Тирпица просился пойти вместе с Бисмарком, но хоть Тирпиц и был введен в строй, тем не менее он не был готов полностью к боевым походам. И все же одно лишь присутствие многое могло изменить. Как минимум Бисмарк тогда могли бы не потопить. Немцы не стали отправлять Тирпиц. Но у англичан не было никаких проблем с тем, чтобы вытолкнуть принца Уэльского в плаванье с Худом. Хотя он, конечно, тоже еще не был готов полностью. В 2002 году Джеймс Кэмерон, снимая документальный фильм «Экспедиция Бисмарк», используя подводные аппараты МИР, смог получить снимки повреждений кормовой части корабля. Они подтвердили наличие серьезных ошибок в конструировании корпуса, которые в дальнейшем из-за причиненных повреждений привели к потере управления. На этом у меня все. Если видео было вам интересно, ставьте лайки и не забывайте подписаться. До новых встреч!